Спасибо за то, что вновь смотрите нашу программу. Я назвал сегодняшнюю тему «Как раз вовремя». «Как раз вовремя». Возможно, однажды вы молились и получили ответ. Надеюсь, что часто так и происходит, но, может быть, на другую молитву. Ответа не было. Вы терпели, вас ждали, снова молились, вы доверились Богу и продолжали доверять Ему, но ответ так и не пришел. Но вот сложились обстоятельства, в которых вы меньше всего ожидали получить ответ, и Бог ответил необычным, а особенным образом. Да, у Бога есть пути, которые нас удивляют, потому что Он хочет открываться всякий раз по-новому. Я помню, как мы много раз молились, и ответ, наконец, приходил совершенно неожиданным образом. При этом Бог использовал людей, о которых мы совсем не думали. У Бога есть необычные пути ответа и на ваши молитвы. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, мы видим невероятную историю об умножении хлеба. Вечером этого голодного дня, когда тысячи людей были накормлены благодаря умножению хлеба, произошло великое чудо. Пикник состоялся, потому что пища была умножена силой Божией. Я могу представить эту толпу в эйфории, когда собрали все остатки в коробах, которые служили свидетельством для людей, не веривших в то, что произошло. 12 учеников тоже были в этой эйфории. Ведь день закончился так необычно. Они пересказывали эту историю. Наступил вечер. Им нужно было отправляться в Капернаум, переплыть с озера на лодке, чтобы вернуться домой. Итак, наступает вечер, говорит Писание, а Иисуса там нет. Почему? Причина проста. Иисус стал так популярен, вызвал такой фурор. Я даже скажу, что люди хотели сделать его царем. Но Библия говорит, что он ушел от них, чтобы помолиться на горе. Итак, ученики вечером стоят на берегу этого озера, они разговаривают, вспоминают события дня. Ну вот, пора отплывать. Пора поднимать якорь и плыть по озеру, чтобы быстро прибыть домой, в Капернаум. Но они ждут. Иисус еще не пришел. Его нет с ними. В конце концов, они отплывают очень поздно. Возможно, с недовольством или раздражением. Раз Иисус не появляется, мы уплываем без него. Теперь лодка плывет по озеру ночью. Может быть, у вас был подобный опыт. Вы отплыли, начав проект, выбрав какое-то направление. Вы молились, вы просили. Возможно, чтобы Бог дал вам знак и подтвердил, нужно ли заниматься этим проектом. Правильно ли вы выбрали направление. Правильно ли это путь, но не получили особого знака. Вы еще раз помолились и в конце концов отплыли с верой, что Бог будет с вами. Как ученики, которые отплыли по этому озеру без Иисуса. Молчание Бога не означает отсутствие Бога. Молчание Бога не означает отсутствие Бога. Запомните это. В параллельном тексте в Евангелии от Марка, в 6 главе, это стихи 46 по 48, «Говорится, вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, потому что, когда они плывут по озеру без Иисуса, ведь они отплыли очень поздно, возникает вторая проблема. Внезапно начинается шторм, дует противный ветер, появляется еще одна проблема, кроме первой. Они по-прежнему одни. В отрывке, который я вам прочитал, говорится, что Иисус с высоты своей горы, где он молился Отцу, получает откровение. Он видит сквозь темноту ночи лодку со своими возлюбленными учениками, которые гребут с большим трудом. Он видел противный ветер. Он видел ситуацию. Я хочу сказать вам, дорогие зрители, Бог видит вашу ситуацию. Он знает вашу ситуацию. Он знает. Он видит меру проблемы и скорби, в которой вы находитесь. Он вас заметил. Он вас увидел. Иисус по-прежнему верен в ходатайстве. Он ходатайствует за нас. Он молится, чтобы наша вера не оскудела. Он знает вашу ситуацию. Даже если вы чувствуете, что люди забыли или покинули вас, Иисус не потерял вас на своем радаре. Он знает. Он видит. Он видит. И Он мешается. Он вмешается как раз вовремя, но по-другому. Ученики никогда бы не подумали, что Он мог прийти к ним по воде. Но Иисус пришел именно так, совершенно невероятным, сверхчеловеческим, невозможным образом, так, как никто не делает. Именно в этот момент Он приходит к Своим ученикам. Вы когда-нибудь молились? Ходатайствовали за человеком, который оказался один в шторм, один заблудился в ночи, у него никого нет, и кажется, что Иисуса рядом нет, что Иисус его оставил. Друзья, ваша молитва откликается эхом в небесах. «Небеса прикоснутся к земле», а не откликнутся на земную проблему. Господь вмешается, как Он вмешался, чтобы помочь ученикам, которые были на этом бушующем море. Его ходатайство, как я уже сказал, сильно и эффективно. Он не ошибается. Он приходит как раз вовремя. Он пришел позже, в четвертую стражем, но не опоздал. И во время ожидания испытывалась их вера. Вера всегда испытывается, потому что Бог позволяет себе испытывать то, что считает ценным, чтобы наша вера росла и углублялась в нем. И вот последнее событие, о котором мы читаем в шестой главе Евангелия от Иоанна. Оно произошло после умножения хлебов и хождение Иисуса по воде. Мы видим в тексте, что как только Он вошел в лодку, она пристала к берегу. Они доплыли благополучно. Это не только интересно, но и удивительно видеть, что в определенный момент Господь вмешивается. И в нужное время ситуация меняется. Меняется радикально. Я помню несколько ситуаций, в которые Господь внезапно вмешался, и буря прекратилась. Стихии успокоились. Моя жизнь вышла из-под контроля. Мое сердце паниковало. И сразу пришел мир, словно Иисус пришел в лодку, подвел эту лодку к берегу. И вот тогда воцарился полный мир и покой. Друзья мои, Господь вмешается в вашу ситуацию как раз вовремя. Доверяйте Ему. Он приходит в нужное время, которое Он сам выбрал. Период перед Его приходом? Время испытания, когда мы терпим. В это время мы растем в зрелости, в доверии. Мы говорим, «Господь, я Тебе доверяю, хотя я не вижу, хотя я не понимаю, но я знаю, что Ты увидел меня, что Ты меня заметил. Я знаю, что Ты ходатайствуешь за меня. Я знаю, что Ты меня не забыл. Я Тебя благодарю заранее. Я славлю Тебя за Твое присутствие. Вы терпеливо ждете, вы снова молитесь, вы доверяетесь Богу и продолжаете доверять Ему, но ответ так и не приходит. Но вот сложились условия, в которых вы меньше всего ожидали получить ответ, и Бог ответил необычным образом. Так давайте помолимся этой молитвой, чтобы получить Его помощь. Ведь Он вас любит и желает вас благословить и привести вашу лодку в нужное место. Спасибо, что были со мною. И до скорых встреч! Продолжение следует...